В последнее воскресенье сентября машиностроители отмечают свой профессиональный праздник. В нашем городе более 10 предприятий этой отрасли. Их удельный вес в общем объеме производства составляет 50%. Один из крупнейших и успешно работающих – Барановичский автоагрегатный завод. Совсем недавно предприятие отметило 70-летие со дня основания. Завод основан в 1944 году. Численность работающих более полутора тысяч человек. Занимаемая общая площадь – 124 тысячи метров квадратных, производственная – 45 тысяч метров квадратных. Количество технологического оборудования – более 1700 единиц. Чтобы выпускать востребованную, конкурентно способную продукцию, на заводе делают ставку на модернизацию. На сегодняшний день предприятие собой представляет уже современный механизм, который работает и успешно преодолевает перед ним поставленные задачи как головного предприятия, так и Министерства промышленности в целом. Мы достигли на сегодняшний день экспортных поставок более 105%, что было доведено как головным холдингом, так и нашим министерствам. Самая главная задача сейчас, которая стоит перед нашим предприятием – это, конечно же, получение прибыли. Это самое главное. Дефертификация рынка, которая приведет нас, как бы так, к процветающему нашему будущему. Ну и, конечно же, сохранение коллектива. Все это оборудование в цехе номер один автоагрегатного завода новое, установленное всего пару месяцев назад. За восемь месяцев текущего года в техническое перевооружение предприятие вложило более 16 миллиардов рублей. Причем 14 миллиардов 300 миллионов – это собственное средство. До конца года на эти цели планируется потратить 25 миллиардов белорусских рублей. Предприятие производит стратегическую продукцию для отечественной экономики. Узлы и детали к большегрузным автомобилям, автобусам, прицепам и даже для железнодорожного транспорта. В частности, амортизаторы, домкраты, тяги, рулевые механизмы, карданные валы, а также другие запчасти, необходимые для продвижения продукции отечественного автопрома на зарубежные рынки. Эти все задачи, они только воплотимы в одном случае – работая командой, единой сплоченной командой, которая в данный период времени у нас действительно есть, и мы этим горды. Команда есть на всех уровнях. Я имею в виду на уровнях начальник цеха и его команда, заместители его команды, начальники отделов, ну и, конечно, директор его команды. То есть команда есть в целом. Команда работает хорошо. Самая главная задача, еще раз говорю, это дифферсификация рынка, новые рынки сбыта. Освоение новой продукции идет ежеминутно, ежесекундно. Все основано только на новой продукции. Ну, ни для кого не секрет, что объемы МАЗа упали, и мы не можем зависеть от нашего головного предприятия, иначе просто-напросто объемы упадут, и мы потеряем как коллектив, так, в принципе, и наше предприятие. Такого допустить невозможно, и задача стоит развиваться, разбивать наши партнерские отношения с нашими дилерами, искать новых дилеров, новые рынки сбыта. Руководство предприятия делает ставку на модернизацию и техническое перевооружение. В прошлом году на эти цели было израсходовано 32 миллиарда рублей. Это позволяет осваивать новые виды продукции, новые технологии, повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Техперевооружение в основном сейчас связано с освоением новых видов продукции, таких как демпфера, и не только демпфера, но и вообще тематика, железнодорожная тематика. Это нам даст энную сумму денег в будущем, то есть прибыль, новые контракты, новые рабочие места. В основном построено на этом. Но помимо этого, также все-таки мы не забываем про то, что амортизатор, мы его делали уже не до десятилетия, и это бренд, и об этом можно говорить с большой буквы. Мы действительно нас знают как в Белоруссии, так и за его пределами. И нас даже стараются подделать. Значит, мы действительно, мы стоим того. То есть вот задача основана сейчас на этом. Даже то, что у нас есть, сохранить, улучшить и сделать его менее трудоемким, при этом увеличить объемы продаж до максимума. То есть занять свою нишу в наше нелегкое время, когда нас, не то что нас, а все машиностроение подпирает со всех сторон, как Турция, Китай, ну то есть все производители, которые производят данный продукт. Барановичский автоагрегатный завод – одно из старейших предприятий Республики Беларусь. На сегодняшний день является одним из ведущих производителей автокомпонентов для грузовой и автомобильной техники. Производить узлы и детали помогает новое оборудование, в том числе и уникальное. Модернизация нам много чего позволяет. Это, во-первых, производительность увеличивается, качество увеличивается. За счет модернизации мы можем поднимать себе зарплату за счет оптимизации людей, потому что новое оборудование нам позволяет уменьшить количество людей, которое оборудование может заменить вместо трех одного человека, допустим. Отношения людей на новом оборудовании все-таки они по-другому относятся. И сами видите, что приятнее работать на этом новом оборудовании, чем который уже 40 лет стоит и ждет в своей очереди это оборудование на текст перевооружения. Белорусское машиностроение – ведущая отрасль экономики страны, один из главных источников ее национального дохода. На предприятиях машиностроительного комплекса производится значительная часть волового внутреннего продукта. Конкурентоспособность выпускаемой продукции подтверждается высоким покупательским спросом. Многолетний опыт в производстве, трудовой, научный и технический потенциал, а также смелые планы на перспективу – это хорошая основа для дальнейшего развития. В этом году мы установили 8 станков с программным управлением. Это только это, им еще нет и трех месяцев. В том году мы поменяли в районе 18 станков с программным управлением. То есть это и обрабатывающие центра, и станки с программным управлением. Дальше, и также еще линия порезки Кальтенбах. В перспективе сегодня, еще на этот год, до конца года, мы должны построить склад металла, что позволит нам уйти от травления деталей, соответственно, уменьшить себестоимость продукции и увеличить ее конкурентоспособность на рынке. Также идет работа по замене и закупке с имитационных печей. То же, что существенно уменьшит нашу трудоемкость, энергоемкость продукции, соответственно, тоже поднимет нашу конкурентоспособность. Ветеранов и передовиков производства чистовали на торжественном вечере, посвященном 70-летию завода. В коллективе Барановичского автоагрегатного завода много тех, кто проработал здесь более 20, а то и 30 лет. Не забывают нам предприятие и тех, кто посвятил свои годы заводу и сейчас находится на заслуженном отдыхе. За значительный вклад в развитие предприятия и отрасли, лучшие были награждены почетными грамотами холдинга «Белавтомаз», Барановичского горисполкома и Городского совета депутатов и предприятий. Успех предприятия – это успех каждого работника, который добросовестно относится к своему делу и которому не безразлична судьба завода. А 28 сентября свой профессиональный праздник отмечают тысячи машиностроителей Барановичей. Хотелось бы поздравить всех работников нашей отрасли, не только нашего предприятия, с этим замечательным праздником, потому что ведь в каждом доме у каждого человека есть какой-то прибор, все равно связанный с машиностроением. Как ни крути, даже простейший нож – это все равно машиностроение. Поэтому от того, с каким настроением человек приходит на работу, как он работает, какое у него здоровье, зависит очень многое. Ведь каждый человек, он работает вроде бы для семьи, но в то же время его труд, его капелька труда выливается в какой-то результат. Как предприятие, так и в городе, так и в принципе и в стране. Поэтому я хотел бы пожелать всем здоровья, потому что от здоровья зависит все. Самое главное – творческих успехов, которые нам просто необходимы в нашей ситуации, всем предприятиям, я считаю, не только нашему. Ну и все-таки занять ту нишу предприятием, ту нишу, которая еще есть, и искать новые рынки сбыта, с новыми узлами выходить, и все-таки забирать западные бренды в наши свои руки, в белорусские. Потому что мы не хуже, мы лучше их на самом деле. И у нас очень трудолюбивый народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова